На последнем заседании штаба по коронавирусу подвели итоги прошедших нерабочих дней, а также озвучили нововведения в указ губернатора о режиме повышенной готовности. Так, в частности, кафе и рестораны могут открыть свои двери для посетителей уже в эту пятницу, 12 ноября. Вход будет по системике Аркадо, в залы можно будет загрузить на 50%. Соблюдаются все правила безопасности, которые рекомендуются Роспотребнадзором. А поддерживаются сотрудники, которые работают в отраслях. Сохраняется существующий штат персонала. Вакцинация сотрудников отрасли находится на достойном уровне. Во многих заведениях привито более 80% коллектива. Сейчас важно достичь баланса между соблюдением мер безопасности, от которых зависят человеческие жизни и стабильные работы отраслей экономики. С понедельника в регионе начала действовать система QR-кодов. Без них ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании не пустят торговые центры, объекты культуры, спорта и общепит. Исключение – продуктовые магазины и аптеки. Многие из них находятся в торговых центрах. Отсюда проблема – некоторых ульяновцев в первые дни не пустили на территорию ТЦ. В правительстве отметили – всему виной плохая логистика. Магазинам необходимо четко проработать этот вопрос, чтобы горожане могли без проблем попасть в продуктовые. Так как универсальных здесь предложений не бывает для каждого здания, здесь, безусловно, в администрации торговых центров совместно с предприятиями, предпринимателями, находящимися на территории, и мы это в воскресенье рекомендовали, выстроить свои фильтры входные, либо выстроить, соответственно, выгородить зоны, в которых можно проходить так называемые зеленые коридоры, в которых можно проходить гражданам без сертификата или QR. В целом в регионе сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано почти 4000 случаев заболевания. По сравнению с позапрошлой неделей фиксируется незначительное снижение. Районы лидера по количеству заболевших – Кузоватовский, Теренгульский, Ульяновский, а также город Новоульяновск. Если анализировать возрастную структуру заболевших COVID-19 за прошедшую 44-ю неделю, следует отметить снижение показателей заболеваемости по всем возрастным группам, за исключением одной возрастной категории. Это лица в возрасте 65 лет и старше. В данной возрастной группе прирост заболеваемости от недели к неделю произошел в 1,1 раза. Как отметили в Роспотребнадзоре, снизилось количество лиц, болеющих в легкой форме. Если в сентябре удельный вес заболевших составлял 85%, то за ноябрь цифра упала до 65%. Большинство ульяновцев болеют в средне-тяжелой форме. По статистике, большинство людей заражаются в близком окружении. 22% ульяновцев принесли вирус с мест общественного пользования. Что касается вакцинации, то с 30 октября по 7 ноября было привито 34 тысячи человек от гриппа и почти 25 тысяч от коронавируса. Как рассказали в Минздраве, в праздники темп вакцинации немного упал. Однако с началом рабочей недели ульяновцы вновь поспешили на прививки. На выходных поступило 22,5 тысячи комплекта вакцины «Спутник В». Общее количество вакцины в настоящее время на уровне оптического склада и учреждений составляет 106 872. Напомним, что на данный момент жители региона могут одновременно привиться и от гриппа, и от коронавируса. Ранее одновременную вакцинацию одобрила Всемирная организация здравоохранения. Анна Тищенко, Улправда ТВ.